Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! В серебрячее чтение Слова Божия мы продолжаем с вами исследование книги Деяния Светлых Апостолов на библейском интернет-портале экзегет.ру Сегодня мы с вами рассмотрим 27 главу. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августового полка именем Юлию. Мы взошли на адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону, Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Итак, апостола Павла отправляют в Рим, в Италию, на суд Кесаря, как он этого и потребовал, не ради, в большей степени, какого-то справедливого суда или найдя, или не надо думать, что он надеялся найти защиту у Кесаря, но для того поручения, которое дал ему Господь наш Иисус Христос. Как он и сказал ему в видении, будешь мне свидетелем в Риме. Видим, что, как здесь описывает евангелист Лука, они сели на корабль. Что это за адрамитский корабль? Это была такая местность, адрамиды, адрамиты. И корабль, видимо, купеческий был оттуда. Так часто путешествовали миссионеры на таких кораблях. На таких кораблях возили и заключенных. В основном, все передвижение было по торговым путям. Поэтому, если так сказать, к слову, когда говорят о проповеди Андрея Первозванного на Руси, то после того, как был открыт шелковый путь по рекам, по Амуру и из Китая, проходя там протоками различными, то мало у кого остались сомнения в том, что действительно апостол Андрей Первозванный зашел далеко вглубь русских земель. Итак, видим, что здесь, возвращаясь к этим событиям, вошли, как говорят, на корабль. С ними был Аристарх, македонянин из Фессалоники. Апостол Павел упоминает о нем в одном из своих посланий, что он верный человек. И здесь он сопровождает апостола Павла. Видим также, что и Юлий Сотник. То есть, там была, скорее всего, охрана, потому что такие торговые суда всегда охранялись. Необходимо были солдаты для того, чтобы, если встретиться в море, пираты, чтобы можно было от них как-то отбиться. Но этот вот Сотник, как о нем говорится, что он очень дружелюбно. И, как сказано здесь, человеколюбиво, как говорит апостол Евангелист Лука, относился к апостолу Павлу и позволил ему встретиться и с друзьями. Ну, конечно, несомненно, под охраной, но все это было так или иначе формально. То есть, должны были пойти два солдата, которые, в общем-то, не мешали апостолу Павлу, его проповеди и встрече с друзьями. Потому что мы понимаем, что любой солдат, когда видит, что начальник относится хорошо к этому человеку, навряд ли он дерзнет как-то плохо или строго относиться к тому, кого поручили ему охранять. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров и, переплыв море, против Килики и Памфилии прибыли в миры Ликийские. Очень известные нам и дорогие каждому православному сердцу человека места. Это и Кипр проповедь апостолов, это особенно и мир Ликийский, где мощи святителя Николая Чудотворца. Божьей милостью два года назад я побывал там и приложился к мощам, и был и в Риме. Потом у меня была такая задумка пройти местами по тому пути, который проходил апостол Павел, когда его привезли в Рим, через Адриатику, на Мальту. Ну, кое-что у меня получилось, но, к сожалению, не все. Но, тем не менее, в этих местах Божьей милостью получилось побывать. Итак, переплыв море против Килики и Памфилии прибыли в миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. То есть, видимо, не было прямого корабля, на котором они плыли, чтобы добраться и до Италии, поэтому они поплыли, что называется, на перекладных. То есть, доехали до одного места, зная все пути, морские пути того времени. Теперь они пересаживаются на другой корабль и плывут далее. Медленно плавая многие дни, и едва, поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемое Хорошие пристани, близ которого был город Лосея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднением и с большим вредом, не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». «Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла». Видим, что апостол Павел постоянные какие-то тогда были корабли, которые парусные, понятно, какие корабли, нужно было всегда ловить ветер, и апостол Павел здесь уточняет и о посте, тогда этот пост был осенью, как свидетельствуют некоторые источники, что он приходился именно на осенний период, там 10-дневный пост, который был установлен, ну, можно предположить, что уже тогда и апостолами, надо уточнять, смотреть, но вот то, что он на осень приходился, об этом пишут многие исследователи, то есть время такое, когда наступала зима, а когда наступает зима, то, естественно, и холод, и ветра, другая роза ветров, и апостол Павел, как вот пророк, в общем-то, Божий, он советует остаться в этом месте, которое евангелист Лука так и называет, хорошей пристани, то есть для корабля очень важна бухта, потому как, если нет бухты, корабль невозможно поставить просто возле берега, начнется шторм, его просто разобьет, а берег волнами, поэтому, найдя вот эту хорошую бухту, апостол советует остаться, но, как видим, что сотник доверял больше кормчему, нежели пророку Божию, и они отправляются дальше. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до финики, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. То есть мы видим, что здесь многие говорят, но если не хотите оставаться здесь, есть еще и более лучшая пристань, давайте туда. Но здесь погода поменялась, как пишется, подул южный ветер, и они, подумав, что уже получилось желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. И когда читаешь все эти рассказы, книги Дианих Апостолов, и иногда так получается, что одним глазом там где-то посмотришь, что там, а что там в нашем синематографе, то удивляешься, почему-то об этих всех событиях не снять хорошие, например, может даже многосерийный художественный фильм на книгу Диани Апостолов. Это же удивительные события, это удивительные места, которые здесь описываются. Все это так красочно, евангелистом Лукой рассказывается, что, по-моему, великолепный сюжет для любого такого фильма. Итак, но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Действительно, роза ветров в это время года, то есть, когда уже приближалась зима, она очень быстро сменялась, и не было какого-то постоянного ветра. Видите, как они обманулись. Они думали, что ветер южный, уже и доверились ему, и поплыли, но тут ветер стал северный, противный. Корабль схватил и так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. Действительно, когда сильный ветер, тут ничего не остается делать, как опытным мореходам спустить парус и на волю Божию. И, набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. То есть, видим, что они как бы врезались в какой-то островок, и лодка, которая была спасательной шлюпкой, еле, говорит, могли удержать. Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного убревания, начали выбрасывать груз. А на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. На самом деле, не надо думать, что на корабле там было десяток или два человека. Как вот пишет Иосиф Лавип об этом сказано, если был сотник, то с ним было и войско где-то около сотни. Примерно, в общей сложности, более двухсот человек было на корабле. Поэтому, когда некоторые говорят, ну что они там, побросали груз, разве они этим облегчили? Ну, если 200 человек бросили по килограмму, то, наверное, облегчили на 200 килограмм. Тем более, корабли деревянные, да, для него это уже был серьезный, в общем-то, серьезный груз. Но это только по килограмму, а можно представить, что пришлось выбросить намного больше. Где-то у каждого свое снаряжение вещь, килограмм до пяти, а дважды пять, это уже десять, это уже тонна. Итак, на третий день мы своим руками побросали с корабля вещи, но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Так пишет евангелист Лука, говоря о спасении здесь, на этом земле. Конечно, здесь речь не идет о надежде на спасение и уповании на Господа, а надежда на то, что они вообще выберутся из этой ситуации. И как долго не ели, то Павел, встав посреди них, сказал, мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита. То есть, апостол Павел им напоминает, что зря вы меня не послушали, то есть, говорил я вам, что возле Крита было бы очень хорошо перевезимовать, а теперь мы тут посредине моря. И, в общем-то, все побросали уже и основные припасы, и еда какая-то минимальная, может быть, и осталась. Чем бы, если бы не поплыли, говорит апостол, чем избежали бы сих затруднений и вреда. Очень хорошо по этому поводу, не помню, кто из святых отцов, пишет, что апостол Павел, здесь, напоминая эти слова, он как бы говорит, что нехорошо действительно то, что вы послушали кормчиво, а не меня, да, вот, иносказательный, по-моему, кто-то, даже святитель Леонзлатоуст, он об этом пишет, говорит, что в нашей жизни надо ли слушать руководителей и людей, которые правят страной, государственную, конечно, надо, всякая власть, она от Господа, но далее продолжает, но в некоторых моментах лучше послушать другого кормчиво, так, как вот апостол Павел, для того, чтобы остаться в живых, да, поэтому апостол Павел тогда действительно дал дельный совет, а сейчас они оказались в критической ситуации, и поэтому, действительно, он продолжает, для нас, для верующих, все-таки на первом месте стоит руководство Словом Божиим и отцами Церкви, а потом уже всем остальным. И далее апостол продолжает свою речь и говорит, теперь же убеждаю вас, ободритесь, потому что ни одна душа из вас не погибнет, и только корабль. Мы видим, что апостол Павел здесь показывает этим людям, что он не просто человек, а что он действительно пророк Божий и способен предвидеть обстоятельства, которые Господь ему открывает, что никто не погибнет, все останутся в живых, но только корабль. Так оно на самом деле и произойдет. Но читаем дальше. Апостол Павел говорит, что это не от меня заявление, так и говорит в 23 стихе, ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать перед кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров. В 14-ю ночь, как мы на Симе были в Адриатическом море, около полуночи, корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. Многие спрашивают, а как корабельщики догадывались? Тут много разных таких вещей, например, если появляются чайки, скажем, то понятно, что берег близко, и потом ветер начинает как-то иначе колебаться, когда рядом уже земля, другая волна начинается, поэтому опытные моряки понимали, что они где-то находятся недалеко. Вот то, что касается Адриатического моря, разные говорят по-разному, некоторые говорят, возможно, их занесло и туда, но другие говорят, что Адриатикой тогда вообще называли все, что было на юге Италии, и именно то, что близко к Черногории, это все называлось одним морем адриатическим, потому как потом видно, что они все-таки приплывут в Сицилию, хотя, может быть, и получилось такое плавание. Итак, стали догадываться, что приближаются к какой-то земле, и, вымеря в глубину, нашли 20 сажен, потом на небольшом расстоянии, вымерев опять, нашли 15 сажен, то есть видно, что приближаются к берегу, и стали опасаться, чтобы не напасть на каменистые места. Бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, дело вид, будто хотят бросить якорь с носа, Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не сможете спастись. Почему так апостол Павел говорит? Апостол Павел очень хорошо понимает, что кораблем воины управлять не могут, а кораблем могут управлять только опытные моряки. И дальше, если моряки сбегут с корабля, кто будет управлять кораблем? И тогда они действительно не смогут добраться на берег. А время зимнее и море холодное. Павел сказал сотнику, что не можем тогда спастись. Тогда воины отсекли веревку у лодки и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, сегодня 14 день, как вы в ожидании остаетесь без пищи и не вкушаете ничего. По этому поводу толкования есть для златоуста перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу. Вот цитата. Смотри, как Павел научает их любомудрию, как бы в церкви и спасает среди многих опасности. Но по усмотрению Божию они сначала не верили Павлу, чтобы самые события научили их верить, что и случилось. Затем он убеждает их принять пищу, и они соглашаются. Сам принимает первый, внушая не только слов, но и делом, что буря нисколько не повредила им, но еще принесла пользу душам их. Конец цитаты. Вот такие, такое есть истолкование по этому поводу. Ну, еще вот, пожалуйста, так же Светлана Затарус продолжает цитата. Если с корабля, бывшего в опасности и потерпевшего крушение узники спасались через Павла, то представь, что значит иметь святого мужа в своем доме. Много бурь постигает и нас, и притом гораздо более жестоких, нежели те на море. Но и нас Бог может спасти, если только мы будем слушаться святых, как те спутники повелевают. И те спаслись не просто, но когда привнесли свою веру. Святой хотя бы был узником, совершает более, чем не узники. И смотри, что здесь случилось. Несвязанный сотник имел нужду в связанном Павле. Искусный кормчий получил помощь от некормчива, или лучше, от истинного кормчива. Ведь и Павел управлял не только ладьей, но и церкви вселенной. Будучи научен, он от самого владыки море, не искусству человеческому, но мудрости духовной. С этим кораблем случается так же много крушений, много треволнений, духов лукавства, от вне, как пишет апостол Павел в втором послании Коринфи, он приводит здесь слова апостола Павла, седьмая глава, пятый стих, от вне нападения внутри страхи, потому он поистине был кормчий. Конец стать. Действительно, лучше, чем святитель Анзлатооста, поэтому на святитель Анзлатооста сказать что-то вообще сложно. Такие приведены очень емко, на самом деле и красиво. Такой хороший пример для нас с вами, что научаться необходимо в доме у святых. А мы скажем, ну а где же у нас в доме святые? О чем идет речь? Речь идет о священном писании и отцах церкви, то есть о книгах, о тех книгах, которые есть в нашей домашней библиотеке. Они наши кормчие, они ведут нас в царствие Божие. Чтение это общение, поэтому не будем этим пренебрегать общением со святыми. Мы всегда можем с вами общаться даже с самими древними святыми. У нас есть уникальнейшая возможность и со святителем, с апостолом Лукой и другими евангелистами и апостолами, с самим апостолом Павлом через его послание и через Игнатием Богоносцем древних святых отцов и Ирине и Лимонским и святителям Златоуста Васильевики они будут перечислять весь сон святых уходников Божиих, которые как верные кормчие могут указать нам путь, дабы избежать нам всяких мелей, скалистых берегов и прочих неприятностей в нашей жизни, идя по Житейскому морю. Итак, продолжаем далее, 34 стих, потому что прошу вас принять пищу, мы видим, что апостол Павел просит их подкрепиться духовно, и телесно, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Он опять им подает эту надежду. Когда люди видят, что они погибают, там уже есть ничего, не хочется такое состояние скованности, и вот апостол Павел дает им надежду. Он на второй раз говорит о том, что вы не погибнете. Сказав это, он взял хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и разломил, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Увидим, что как важно в какой-то сложной ситуации, чтобы у нас в жизни не возникало людей утешить, когда есть какая-то паника, есть какие-то нестроения, мало ли что случается в наших семьях, в наших храмах, всегда важно найти слова утешения, как это делает апостол Павел, для того, чтобы не было этой паники, как духовной, так и обычной. Было же всех нас на корабле 276 душ. Видите, здесь уточняется, даже и не надо было прибегать то, о чем я сказал выше, к историческим сведениям. Сам День апостолам, говорят, что 276 человек было на корабле, насытив же пищу, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море, то есть они боятся сесть на мель, потому как тоже многие, вот Иисей Кисарийский пишет, что там были такие мели в тех местах, что корабль просто как бы все, что было в море, все прибивало на эту мель, и она как бы втягивала все предметы, в том числе и корабли, и уже, если корабль сел на мель, его оттуда высвободить было просто невозможно, невозможно. Поэтому они боятся, что корабль просядет, а так, может быть, можно быстро скользя по морю проехать и проплыть. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлоги берег, к которому решились, если можно пристать кораблем. Подняв якори, пошли по морю и, развязав рули и подняв малый парус по ветру, держались к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Все-таки не получилось у них проехать эту мель. Нос увяз и оставался недвижимым, а корма разбивалась волной, разбивалась силой волн. То есть, представляете, нос увязывает, а волны большие, бьют по корме, а здесь уже упор такой, поэтому сила удара очень мощная, и корабль начинает трещать по швам, что называется. Тогда воины согласились умертвить узников, чтобы кто-нибудь выплав не убежал, но сотник, желая спасти Павла, удерживал их от всего намерения и велел имеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Видим, что здесь благодаря апостолу Павлу спасается просто жизни многих людей, то есть, он имел уважение к апостолу Павлу, апостол Павел был узник, и тогда его тоже умертвили бы, если бы было такое решение. Впрочем же, спасаться кому на досках сказали, а кому на чем-нибудь от корабля, и таким образом все спаслись на землю. Как апостол Павел предсказывал об этом, что никто не погибнет, так это и произошло. По поводу того, что они попали на землю, и волны били их корабль, и чуть было не разбили, беда достопочтенно пишет об этом следующая цитата. «Этот корабль погиб потому, то есть имеется в виду не люди, а сам корабль, погиб потому, что не скользил по волням легким движением, но резко сев на мель, частично удерживался землею, частично же разбивался волною. Это действительно случается с душою, преданной веку сему, которая отказалась попрать желание мира, когда переднюю часть намерений она глубоко вонзила в землю, а всю совокупность следующих дел разрушает потоками забот. но те, кто избежал этого разбитого корабля, стремятся к земле, потому что, глядя на погибающих, другие ведут себя осмотрительнее». Конец цитаты. Удивительная цитата по своему такому объяснению. Здесь Беда Достопочтенно говорит о том, что когда человек хочет служить и Богу, и Мамоне, то есть нельзя служить двум господам, хочет там и этому миру, и как-то так, нет у него четкой устремленности. То, о чем апостол Павел скажет, всякий человек с двоящимися мыслями неблагонадежен для Царствия Божия. Вот эта двоящаяся мысль или то, о чем тоже апостол говорит, что всякий, кто отрекается от этого мира, а потом возвращается, он подобен псу, который возвращается на свою блевотину. И жизнь человека, она разрушается подобно этому кораблю, который здесь сел на мель, а здесь наполовину там, наполовину здесь. И здесь бедодостопочтенность заключает, что если мы это замечаем, что в жизни так происходит других людей, не будем повторять этому этот опыт, такой злополучный опыт для того, чтобы не погибнуть нам для Царствия Божия. Итак, 27-я глава заканчивается очень на очень такой ноте, такой одушевляющей, воодушевляющей, что все спаслись, это очень важно, что претерпев такое путешествие, в общем-то, надежда, когда уже людей пропадало, и запасы все выброшены в море, казалось, на кого тут только надеяться, в общем-то, надеяться только на Бога. Между прочим, у романтиста, несмотря на что он был романтист, у Виктора Гюго есть великолепное произведение, которое называется «Отвержены». И там, в одной из глав, когда вот тот Жан Вальжан, который признался, что он, в общем-то, Жан Вальжан, что он каторжник, а не мэр города, и вот его везут на очередную каторгу, и когда там нужно будет натянуть парус, он идет по этой периле, ему говорят, давай, иди, ты знаешь, морское дело, и вдруг он соскальзывает и падает в море, пучина его поглотила, и он так описывает, руки слабеют, ноги слабеют, и что делать, уже никому обратиться, кто поможет, и такой вопрос задает в конце главы, кто поможет ему? Конечно, только Бог. Поэтому, любая ситуация, какая бы ни была в нашей жизни, всегда стоит уповать на Бога, в какую бы пучину житейского моря мы с вами не попали, мы видим, что руководствуясь святыми, руководствуясь учением отца, отцов церкви, как и говорил апостол Павел, призывает к этому, и здесь заключается так и глава, и для нас звучит как надежда, и таким образом все спаслись на землю, для нас, не только на эту землю, но и на ту, которую приготовил нам Господь наш Иисус Христос, чего мы чаем, чего ожидаем, именно этого спасения. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,